Ноябрь 2019-го. На верхнем замке в Полоске стартовала масштабная реконструкция. Перед строителями поставили непростую задачу – преобразить здание и территорию бывшего больничного городка, чтобы спустя несколько лет здесь могли учиться и жить кадеты. И вот прошло три года. Было и объекты не узнать. Каждого коснулась серьезная реновация. У каждого теперь свое назначение. В историческом корпусе, как его называют, завершаются наружные работы. Здесь будут музей, актовый зал и даже класс хореографии. Четырехэтажное здание рядом, общежитие. Отдельные комнаты в нем уже готовы к заселению. Единственное, пока остаются вопросы по учебному корпусу. В принципе, все идет по графику. Единственное, что нас содержит, это проведение раскопок в археологии на учебном корпусе. Там есть задержки. Вот из-за этого у нас могут быть какие-то переносы. Может что-то сдвинется. Но окончательно это будет все выяснено в июне месяце. На 90% готов пищеблок. Здесь близится к завершению отделочной работы. В скором времени приступят к установке оборудования не только в столовой, но и в кафе. Обретает очертания спорткомплекс, построенный с нуля. Рядом с ним планируют разместить площадку с уличными тренажерами. Центр военной подготовки и даже пласт, на котором будут построения, все сделано для того, чтобы кадетам было комфортно и интересно учиться. Причем не только белорусским. На базе нашего кадетского училища, кадетского корпуса, планируется открытие кадетского корпуса союзного государства. В данный момент Министерство образования, Министерство просвещения России, Министерство образования Белоруссии согласовывают возможность, то есть прорабатывают вопрос совместного обучения, то есть программы, как будут обучаться, проведение аккредитации. И рассматривается вопрос, что это на 3-4 года этот проект будет опробирован, ну а дальше уже жизнь покажет, будет он иметь продолжение или на этом ограничиться. Объект планируют открыть уже в этом сентябре. На обновленных площадях смогут учиться 300 кадетов, причем 30% из них будут девушки. Что касается финансирования реконструкции, то из выделенных 37 миллионов рублей осталось освоить 10 миллионов. Участники масштабной стройки надеются уложиться в смету, но главное все же – сроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова